В первую очередь я бы хотела выразить благодарность главе нашего государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за последовательную социальную политику и внимательное отношение к вопросам людей с инвалидностью. И особенно за те принципиально новые прогрессивные изменения, которые мы можем наблюдать за последние несколько лет. Я это могу смело сказать и от лица общественных объединений, и с высоты своего личного жизненного опыта 40-летней инвалидности, потому что то, что происходит за последние несколько лет, не происходило за многие-многие десятилетия, то, что я наблюдала в своей жизни. Появились новые пособия, которые поддерживают людей с инвалидностью, поддерживают наши семьи, которые имеют детей с инвалидностью. Появились новые услуги, услуги личного помощника, благодаря которой я здесь нахожусь и чувствую себя комфортно. Услуги сурдоперевода для людей с нарушением слуха, услуги инвотакси, заработал закон о специальных социальных услугах. Как женщина я могу сказать, что в нашей стране появился гендерный подход к инвалидности. Я бы хотела отдельно сказать, выразить свою благодарность и благодарность от наших организаций, премьер-министру, за то, что впервые вопросы инвалидности поднимаются на высоком правительственном уровне. И то взаимодействие, которое мы видим, следующий слайд, пожалуйста, работая с нашим правительством, выражается во многих сферах. Это и работа наших объединений как экспертов в Координационном совете, который реально является таким действующим механизмом по разрешению вопросов, где мы можем прямо и эффективно воздействовать и решать непосредственно наши вопросы. Это участие в рабочих группах, в том числе и по исполнению плана действий. Это экспертиза наших программ, законодательство, исполнение специальных услуг. Это совместные акции, которые мы поддерживаем и которые мы проводим совместно. Следующий слайд. То, что я говорю о изменениях за последние несколько лет, это принципиальные подходы, которые поменяли нашу жизнь. Вы знаете, просто из своей личной жизни. Когда несколько лет назад я была в Японии, то я поинтересовалась, какое пособие по инвалидности я бы получала, будучи гражданкой Японии с первой группой инвалидности. Такое было мое видение в тот момент. На что японцы мне сказали, вообще-то на тебе надо пахать, потому что по нашим пониманиям ты совершенно здоровый и нормальный человек, который может трудиться и делать свой вклад в ВВП твоей страны и нашей страны, в любом случае, где бы ты ни жила. Так как в Японии созданы все условия для того, чтобы человек с инвалидностью не был балластом общества, не чувствовал себя маргинальной частью общества и не ожидал все время, не жил иждивенцем, не ожидал всегда только подачки, как часто происходит в нашей жизни, а вкладывал в свою страну, в экономику своей страны. То, что я вижу сейчас, действительно изменения происходят. Например, мы уже ожидаем внедрения новой классификации функциональной жизнедеятельности людей с инвалидностью. То есть мы не будем делиться, и мы ожидаем, когда эта классификация будет введена в действие, мы не будем делиться просто на группы инвалидности и ожидать, насколько наше пособие будет отличаться от группы к группе. Мы будем получать те услуги и пособия, и созданные равные условия, при которых мы просто будем жить обычной жизнью. Программа занятости, которая сейчас очень эффективно действует в нашей стране, дала возможность людям с инвалидностью не просто трудиться, зарабатывать и почувствовать себя достойными людьми, но это хороший трамплин. Это возможность получить трудовые навыки, почувствовать уверенность в себе и выйти на открытый рынок труда. Я считаю, что программа занятости – это отличная программа, но в то же время необходимо думать о том, как люди с инвалидностью, которые сейчас по этой программе в большей части работают в наших общественных объединениях, могут выйти дальше на открытый рынок труда. Я думаю, что, ожидая общественную оценку, сегодня здесь вы, наверное, не ждёте только одних хвалебных слов. Поэтому я сосредоточила, следующий слайд, пожалуйста, на некоторых, хотелось бы обратить ваше внимание, на некоторые вещи. При всём том, что происходят очень позитивные изменения, которые мы видим в своей жизни, мы видим, что всё-таки так уже сложилось, что считается, что только Министерство труда и социальной защиты, которое активно, эффективно работает с нами, что только это министерство в основном должно работать по вопросам инвалидности. Современные подходы к инвалидности требуют комплексного и межведомственного подхода. И это даст возможность работать обоснованно, эффективно и рентабельно. Но здесь существуют некоторые проблемы. Например, проблемы планирования. Потому что планирование часто исходит из какого-то субъективного понимания, что такое инвалидность. И у каждого это своё понимание. Мы бы хотели, чтобы это планирование основывалось на фактах. Факты дадут только хорошее исследование. И мы ожидаем, что такие вещи, как работа на местах с людьми с инвалидностью, экономическое планирование, оно будет проводиться на данных этих исследований. То, что работает сейчас во всём Казахстане, работает не одинаково, к сожалению, от региона к региону. Это опять зависит от того, кто как понимает наши проблемы, наши вопросы. Кто-то видит этот вопрос только в наличии или отсутствии пандуса на входе. Но есть гораздо более широкий подход к вопросам инвалидности. Есть разные люди с инвалидностью, с разными видами инвалидности. И поэтому мы бы хотели, чтобы местные органы власти имели один общий подход, общее понимание. И здесь, я думаю, что необходимо и обучение, и необходимо распространение информации. И, наверное, иногда и политическая воля для того, чтобы мы не слышали, а довольно часто, особенно в регионах, наши общественные объединения, люди с инвалидностью говорят, что акиматы, к сожалению, говорят, что у нас нет денег на решение таких проблем. То есть вопросы финансирования, это, по нашему мнению, очень важный вопрос. И вопрос ответственности, потому что просто, опять же, понимать вопросы инвалидности в виде остаточного принципа, когда кажется, что давайте решим эти вопросы, грядет глобальный кризис и так далее, нет денег. Сейчас, когда глава правительства особенно, глава государства особенно обращает внимание на эти вопросы, я думаю, что должны создаваться какие-то фонды, например, по опыту АКТУБЕ, у которых есть свой фонд по поддержке программ людей с инвалидностью. И я бы хотела отдельно сказать, что мы бы хотели увидеть полное участие и заинтересованность других, в кавычках говоря, непровильных министерств. У нас есть отличный опыт с Министерством здравоохранения прошлого года по госсоцзаказу, когда мы говорили о терминологии, этике, отношениях к людям с инвалидностью со стороны социальных медицинских работников. Но мы бы хотели увидеть, конечно, и оборудование. В Алма-Ате сейчас появились вообще великолепные кабинеты, родильные кабинеты для женщин с инвалидностью. Я думаю, что следует говорить о том, что это должно стать стандартом, и чтобы мы поехали и в другой регион, в другой город, в отдалённые аулы, и увидели возможность такой женщине или такому человеку получить эти услуги. Санатории, которые, к сожалению, часто недоступны для людей с инвалидностью, хотя эти люди могут получать такую помощь, лечение и отдых в этих санаториях. Министерство образования действительно делает очень большую работу, и ваш стратегический план полностью посвящён инклюзивному образованию. Но мы бы хотели ещё увидеть, чтобы в программу школьную и вузовскую, в разные уровни программы, были включены уроки толерантности, уроки доброты. Как бы мы их ни назвали, но в любом случае, это должны быть такие уроки, которые с детства воспитывают уровень толерантности вопросов инвалидности. Мы бы хотели увидеть в программах, допустим, архитектурных институтов специальные блоки по инклюзивной среде, то есть обучение тому, как должны проектироваться здания, доступные для людей с инвалидностью. Министерство культуры и информации, следующий слайд, пожалуйста. Мы бы, конечно, хотели обратить внимание на то, что информирование о тех реформах, которые происходят сейчас именно в отношении с инвалидностью, они очень хорошо снизят социальную напряжённость, потому что вы видите, что люди в основном ожидают повышения пособий или снижения коммунальных услуг. И они многого не знают о том, что происходит на самом деле очень позитивного и многого в нашей стране в отношении людей с инвалидностью. Например, вопросы паспортизации. Если показать, что столько объектов проверяются сейчас каждый день, и это делается в наших интересах, и если это будет освещаться каждый день очень широко, доступно, понятно, я думаю, что это будет также помогать снижать социальную напряжённость, и люди будут понимать, что наше правительство действительно делает очень важные вещи. Но есть такие моменты, на которые я хотела бы обратить внимание. Мы сами участвуем, как общественное объединение, в исполнении медиаплана, его планирования. Но медиаплан очень часто, его программы, статьи, они направлены на нас самих. То есть это какие-то конкурсы для нас или какие-то программы. Мы и так отлично знаем наши вопросы. У нас есть прекрасный опыт в Алмате, когда на празднике, на городском празднике Дню Конституции, посвящённом, выступила группа женщин на колясках. Это было просто выступление. То есть я считаю, что медиаплан, он должен быть направлен в первую очередь на общество, и должны быть все общие мероприятия, просто включать компоненты инвалидности, но не делать это сегрегированно. И мы, конечно, очень много ждём лотов государственного социального заказа по освещению этих вопросов. Следующий слайд, пожалуйста. И, наконец, экспертиза и участие на уровнях принятия решения. Есть такой лозунг, он общий, международный, «Ничто о нас без нас». Именно этот лозунг помогает сделать все программы, касающиеся инвалидности, действительно эффективными. Мы бы хотели сказать, что Координационный совет по вопросам инвалидности при Министерстве труда и социальной защиты – это реальный механизм. Координационные советы на местах – это часто формальная работа. И мы бы хотели ещё раз обратить внимание местных органов власти на том, что используйте этот механизм, используйте силу общественных объединений не как противников на баррикаде, а как ваших соратников. И я думаю, что деньги, средства, силы – все будут потрачены не зря в таком случае. Я бы хотела ещё обратить внимание на то, что создан прецедент – это институт советника. Советник при Министре труда и социального обеспечения населения РК Али Абельдаевич – человек с инвалидностью, эксперт, имеющий свой опыт инвалидности. Но это министерство, оно и так наше ключевое знает эти вопросы. Если каждый Аким будет иметь советника из числа людей с инвалидностью, я думаю, что ему будет гораздо проще, легче разрабатывать и осуществлять эти программы. И мы хотим сказать о том, что, наверное, какой-то момент подошёл, когда от прецедента стоит перейти к мультипликации. И, наконец, мы очень много говорим о паспортизации, но вводятся новые здания, которые всё-таки вводятся недоступными для нас. И здесь необходимо участие, участие общественности, участие нас в комиссиях по приёму объектов инфраструктуры. Я думаю, что тогда потери, экономические потери тоже будут гораздо меньше, потому что эти здания сразу же будут приниматься такими, какие они есть. Следующий слайд. Я бы хотела сказать большое спасибо ещё раз за тот уровень, на который наше правительство, наше государство поднимает вопросы людей с инвалидностью. И общественное объединение людей с инвалидностью, люди с инвалидностью готовы уже быть не просто иждивенцами и ожидать только наших пособий по инвалидности. Мы готовы вкладывать свои силы в развитие нашей страны. Спасибо большое.